Короче, поехали мы в Карпаты по лесам, по горам, по болотам покататься. А тут джиперы местные зовут с собой. Говорят, поехали, интересно будет. Мы их, конечно, спрашиваем, что, куда, зачем, почему, но они все молчат и многозначительно улыбаются. Дорога виднеется только на карте, в реальности приходится срезать по реке и где-то там проламываться через всякие буераки. Едем, 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 едем. Думаем, куда же мы приедем. Тут в траве валяется колесная пара. Я, честно говоря, немножко офигел. Думаю, откуда она здесь. Но потом мы доехали до рельс. Все-таки, если перестать смотреть в карту, то присутствует дух первооткрывательства. Целый день рубились по лесу и уже под конец дня, когда я так подумал, что мы так и будем здесь ночевать где-нибудь посреди реки, мы выезжаем на большую открытую такую поляну. Как в фильмах, знаете, когда герои доходят до какой-то такой священной долины и офигевают от открывшегося вида. Вот у нас было то же самое. Зеленая лужайка с шатром, с домиками лесника, железная дорога, ездят паровозики, ездят машины. Хотя при появлении нас что паровоз, что лесовоз быстренько свалили куда-то по реке и по железной дороге. Но это, конечно же, совпадение. Места здесь красивые. Смотрите, какие мосты эпичные. За счет темного низа такое ощущение, что шпалы просто висят в воздухе. Переночевали, проснулись, позавтракали и поехали дальше по низине, по которой проложена эта железная дорога, виднеются остатки автомобильной дороги и течет река. Все эти три пути пересекаются туда-сюда, слева-направо, переходя друг другу дорогу. Естественно, ездить по рельсам и по шпалам нельзя, потому что директор железной дороги туда очень сильно обидится на джиперах. Поэтому там, где уж совсем невозможно и дорога переходит на другую сторону, просто переезжаем аккуратненько по рельсам. Эта узкоколейная дорога, как вы догадываетесь, служит для транспортировки леса. Его здесь пилят, рубят, грузят и вывозят. Дорога здесь получше, чем в первый день, но все равно можно найти места, где засесть. Все, я застрял. Есть такое. Ну, а теперь лебедиться надо вот туда, на дерево, слева. Так что, если захотите посмотреть на эту уютную железную дорогу, которая спряталась где-то в лесах Карпат, хорошо к этому подготовьтесь. Когда пару дней едешь вдоль железной дороги, самому хочется ощутить вот этот стук колес. И эта возможность нам подвернулась. Давай, погнали! Катаемся по железке! Разгончик! Поехали! Мост! Мимо всех автомобилей едем дальше! Прикольно, да? Такая железка, такая стук. Мост! Как насltы нажисли, zone нет? Непей! Прикольно, да? Субтитры создавал DimaTorzok